Лучшие часы своего детства Лена провела в милиции. В 90-е отец работал следователем в УВД, и Лена обожала бывать в отделении. Больше всего её притягивал изолятор. Каждый раз Лена гадала, какой персонаж окажется за решёткой. Алкоголик с кирпичным лицом, молодой хулиган с бритой головой или заплаканная проститутка. Это было даже интереснее, чем открывать жёлтые капсулы из киндер-сюрприза. Отец, конечно, не позволял Лене задерживаться перед камерой и за руку тащил в кабинет. Когда ей было 4 или 5, Лена увидела в изоляторе очень красивую тётю. На тёте были лаковые сапоги выше колена и блестящая красная куртка. Жирные чёрные ресницы напоминали паучьи лапки. Лена спросила, «Папа, а кто это там сидит?» Отец как-то вдруг растерялся, но потом ответил, «Это Путана, Леночка». «А кто такая Путана?» «Кукла для богатых людей. Забудь о ней». Но Лена не забыла. Перед сном она по слогам произносила чудное слово, которое как будто открывало ей дверцу в мир непроходимых лесов, болотных чудищ, ворожей и русалок. Через месяц Лена подошла к матери и спросила, «А можно Дед Мороз подарит мне на Новый год Путану?» «Только не такую большую, как у папы на работе. Пусть будет маленькая». После этого случая походы в отделение на время прекратились, а в новогоднее утро Лена нашла под ёлкой китайский аналог Лего. Отец погиб, когда Лене было 15. Вечер 5 июня 2004 года мало чем отличался от 6 или 7. В телевизоре мелькал сериал. Масло шикала на мать, когда та скидывала на сковороду лепёшки котлет. Лена стояла под душем, изображая античную статую. В 20 часов 14 минут лампочка затрещала, съёжилась в последний раз и погасла. Ванну, как клетку для птиц, накрыла тёмным пологом. Лена вскрикнула от неожиданности, стала биться в запертую дверь, пытаясь на ощупь найти задвижку. Потом выбралась в коридор, оставляя после себя подтёки мыльной воды. С кухни донеслось. «Ну, что ты там кричала?» «Лампа погасла. Ерунда. Отец вернётся? Поменяет». Отец всё не приходил. Мать злилась, звонила и звонила, набирала номер и слушала гудки, как будто не могла переносить тишину, не могла просто ждать, когда что-то произойдёт само собой. В отделении сказали, что Горохов давно ушёл. Вроде бы домой, но никто не знает. В два ночи мать набрала отцовскому другу, начальнику соседнего РОВД. Он не стал медлить и поперёк всех правил поднял на уши целый отдел. Менты так просто, не засыпают у любовниц. Лена залезла на подоконник и уперлась лбом в стекло. Мать вытащила из ванной старый таз и сжимала его в руках, как спасательный круг. Лена ждала, что скоро всё закончится. Отец войдёт в подъезд и в припрыжку по-ребячески доберётся до пятого этажа, откроет дверь и скажет «Ну что вы, дурёхи, разволновались? Вот он я!» Но вместо отца она увидела, как к подъезду подходят два милиционера. Они остановились у палисадника, сначала закурили, потом тот, что пониже, хлопнул другого по плечу и оба шагнули под козырёк. Звонок в дверь расколол застывшее пространство квартиры. Мать уронила таз. В этот момент Лена всё поняла. За минуту до того, как в прихожей 20-летние прыщавые парни, не глядя на мать, скажут «Извините, это наша работа, примите наши соболезнования». Продолжение следует...